Всем привет! Меня зовут Сергей Смоляков, я являюсь ведущим специалистом в России по исправлению положения первого шейного позвонка. Сегодня мы поговорим о сколиозе. Что такое сколиоз? Сколиоз, или другими словами, искривление позвоночника, довольно известное заболевание и, как показывает практика, это заболевание само по себе является основой для возникновения целого спектра других заболеваний, которые охватывают позвоночник. И чтобы справиться со сколиозом, нужно понимать, откуда же он берется, как возникает сколиоз и как он появляется. Приведу пример. Вот у нас позвоночник, который состоит из позвонков. И вот у нас первый позвонок, он чуть шире, на котором стоит голова. Вот голова. Вот. Когда у нас первый позвонок смещен, это происходит вот так. Он немножко съехавший со своего места, то у нас уровень головы, он находится под углом. В голове у человека находится вестибулярный аппарат. И человеческое тело так устроено, что, так как голова имеет приоритет, он стремится всегда держать голову в вертикальном положении. То есть вот в таком. И происходит такая вещь. Если позвонок смещен, голова на бок у нас, то позвоночник делает таким образом, приспосабливается, что у нас голова будет находиться под вертикальным положением. То есть ее положение вот такое. Должно быть идеально ровное. Но при этом у нас позвоночник, вот видите, он находится в несколько изогнутом положении. То есть вот в этом месте, вот здесь, там, где изогнуло, да, здесь мышцы будут более зажатые, они будут тверже. Соответственно, здесь у нас будет нарушаться кровоток, впоследствии откладываться соли и так далее, так далее, так далее, что в конце концов разрушит, ну, приведет к разрушению позвоночника. Добавлю еще, что голова у нас, она весит 6-7 килограммов взрослого человека. И любое отклонение, даже небольшое, на несколько градусов, на 1 градус или больше, вот оно приводит уже к довольно большим изменениям в распределении нагрузки на всю ось позвоночника. Итак, еще раз. Как же появляется сколиоз, чтобы совсем было понятно, да? Вот у нас позвоночник. Вот это первый позвонок. Первый позвонок называется атлант. Почему? Потому что он держит голову. То есть у нас на нем сверху стоит голова. Вся идея в том, что в голове находится вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат, его предназначение удерживать тело в равновесии и конкретно голову в вертикальном положении. Что происходит, когда у нас первый позвонок смещается? При рождении это происходит либо во время аварии, либо спортивных травм. Вот, то есть позвоночек первый сместился, и теперь он стоит вот так, под углом. Видите? Когда позвонок первый у нас стоит под углом, естественно, что голова, которая находится на нем, она тоже из своего вертикального положения стала уже в более наклоненное положение. В голове у нас находится вестибулярный аппарат, который отдает команду позвоночнику. Какую команду? Приказ очень простой. Держи голову прямо. И теперь позвоночник старается сделать таким образом, чтобы голова наша находилась вертикально. Но при этом у нас сохраняется вот это смещение. Оно никуда не делось. То есть у нас позвонок же смещен, и вся эта конструкция целиком идет в сторону и приобретает вот такое положение. И теперь у нас позвонок первый, он стоит более-менее прямо. Для чего? Для того, чтобы голову держать. Но при этом у нас позвоночник пошло искривление. И это искривление, так как оно смещает центр тяжести, который проходил ровно по позвоночнику, центр тяжести у нас смещается в сторону. И чтобы этот центр тяжести ниже скомпенсировать, у нас в нижних отделах тоже появляется искривление. Ну, таким образом, искривление, оно затрагивает весь позвоночник, включая кости таза, колени и так далее. Это понятно. Как же нам справиться с этим искривлением? Если у нас голова стоит вертикально, вернее, горизонтально, ну, первый позвонок горизонтально, а голова вертикально на нем расположена, благодаря приспособлению, которое у нас возникло в позвоночнике, то что произойдет, если мы первый позвоночник поставим на место? Если мы поставим его на место... Голова отвалится. Нет. То у нас голова, она будет... Голова, она будет под наклоном, но уже в другую сторону. И тот же самый механизм, который когда-то сделал голову, поставил голову в вертикальное положение, он опять ее вернет в вертикальное положение. То есть произойдет вот такая вещь. И позвоночник у нас станет в более правильное, более ровное положение. К чему у нас приводит сколиоз? Если у нас появилось искривление, не ровное расположение, да, а получилось искривление, то, во-первых, у нас вес распределяется неравномерно. И межпозвоночные диски, которые находятся между позвонками, они подвергаются нагрузке не полностью на всю поверхность диска, а локально, то есть на какую-то вперед-назад-влево-вправо какую-то часть диска. Диск – это подушечка между позвонками. Вот. Если диск у нас находится под нагрузкой, неравномерно распределенной, да, то он может разрушаться. Тем самым повреждается его целостность. Если у нас повреждается целостность диска, рядом начинается воспалительный процесс. Если у нас начинается воспалительный процесс, то появляется боль. Если у нас появляется боль, то мышцы, которые расположены рядом, они на боль реагируют еще большим сжатием, напряжением, да, появляются локальные точки, где мышцы будут зажаты. Если мышцы зажаты, то это приводит, в свою очередь, к нарушению кровообращения. А нарушение кровообращения, в свою очередь, к различным дистрофическим процессам, то есть, когда у нас нарушаются обменные процессы, то есть, у нас могут там мышцы недополучать кислорода и питание, да, нервы недополучать кислорода или питание. У нас могут образовываться какие-то отложения в виде солей, минералов, которые с трудом уводятся из этой области из-за того, что мышцы пережимают венозный отток. Вот. Ну и другие-другие болезни. Вот я уже не говорю про разрушение самого диска. Это конкретно грыжи, протрузии и так далее. Для различных, такие, серьезные деструктивные изменения в позвоночнике. Таким образом, если мы исправляем положение позвоночника, ой, положение первого позвонка, то у нас выстраивается более правильное распределение нагрузки на весь позвоночник. И таким образом мы убираем основную причину, из-за которой начались все эти процессы и заболевания. Если вы применяете какое-то лечение, а первый позвонок у вас не стоит на месте, то все виды лечения, они просто не имеют смысла. Они либо не дают эффекта, либо дают эффект, который является временным. Поэтому первое действие, с которого начинается, с которого должно начинаться восстановление вашего позвоночника, это постановка первого позвонка на место. Спасибо! Звоните, пишите, ставьте лайки. Звоните, пишите, ставьте лайки.